В Актау гибнут деревья и кустарники, и отвечать за это будут чиновники. Выговор за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда получил Аким города Актау, Галымжан Ниязов и еще несколько работников Акимата. Подробности в материале Динары Нургалеевой. В сезон жаркого лета в Актау гибнут деревья и кустарники. Причина не только в ярком солнце и аномальной жаре, но и в отсутствии должного полива. Пока же местные власти обвиняют в недопросовестном поливе общество поддержки инвалидов Атамикен. Компания в этом году выиграла тендер на 840 миллионов тенге. Правда, вовремя начать работы не смогла. Поливочный график нам принесли сегодня. Вы сами прекрасно понимаете, что данные работы в мае не велись. Насчет этого мы тоже у нас на контроле, и Аким тоже. Мониторинг проводится ежедневно. Недовольную работу содержания существующих зеленых насаждений. Мы сокращаем деньги, которые по смете, которые они должны выполнить, ежемесячно, ежедневно, которые должны проходить процесс. Мы им не оплатили, да, есть такой факт. Но по факту того, что они не выполнили. В этом году мы не сажали деревья. Мы сейчас занимаемся тем, что есть. Мы хотим хотя бы в этом году озеленить, что у нас есть по городу, чтобы они не высохли. Сестра не оказались тщетны. Выговор за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда получил Аким города Актау Галымжан Ниязов. Представители подрядной компании заявляют. 35 водовозов ежедневно в две смены поливали деревья и кустарники во всех микрорайонах, скверах и парках. По их словам, график и акты выполненных работ они предоставляют заблаговременно. Однако вместо оплаты Акимат урезал бюджет. На данный момент по периметру города, на центральных улицах и парках установлены вот такие вот пятикубовые емкости, куда вмещается целый водовоз воды. Актауские озеленители предлагают ввести индивидуальный полив. Конструкции напоминают систему капельного орошения. Такие цисцерны в количестве 250 штук установлены по всему городу. По пластиковым трубам вода будет точечно поступать к зеленым насаждениям. Этот метод намного эффективнее привычного, говорят специалисты. Но денег на его запуск пока нет. Проблема в том, что нам недостаточно средств для того, чтобы закупить насосы. Нам нужно подключить насосы к каждой емкости, чтобы напор был достаточен для того, чтобы поливать. Но не хватает средств. Акемат, аппарат Акимата города урезали нам средства за май месяц. То есть не подписываются акты выполненных работ, которые мы уже сделали. Практически в четыре раза нам урезали бюджет. При запуске индивидуального полива у нас освободились бы все водовозы, и они были бы направлены непосредственно во внутренние микрорайоны. Плюс ко всему напор воды, который у нас ведет сейчас в каждую квартиру, он бы нормализовался, и не было бы сейчас такой проблемы у нашего населения. Решить все проблемы, с которыми столкнулись жители региона, местные власти должны в ближайшее время. К слову, помимо Акима Актау, выговоры получили и руководители ряда управлений, и районах Акиматов. Динара Нургалиева, Саламат Бигпаев, Актау Хабар, 24.